Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last of War. Сегодня мы будем играть немножко в DeadPixels, игрушка, которая довольно-таки старенькая, ну не очень старенькая, но она, скажем так, не первогодичной давности. И, как здесь написано, это восьмилитный зомби сим, ну не знаю как сим, сокращение от симулятор, но действительно неплохая такая пиксельная игрушка с вот этим вот эффектом старого фильма, который, правда, не думаю, что он сильно хорошо сочетается с восьмилитностью, но тем не менее его, насколько я знаю, можно вообще-то отключить, вот этот вот фильм Грейн. Но пока что в интересах такого нашего базового опыта, который нам хочет представить разработчик CSR Studios, мы его оставим. И начнем эту игру, она содержит несколько режимов игры, несколько таких частей компании, можно играть и синглплеер, и локальный кооп, не через интернет, соответственно. Ну и я начну в интересах таких упрощенных на легком уровне сложности. Мы начинаем в городе, в котором есть химическая фабрика, у которой есть утечка, и, конечно же, тактичные отходы попадают на кладбище, и оттуда получается куча зомби. Мертвецы встают из могил, ну и, собственно, нам предстоит выбраться из всего этого безумия, потому что эти люди нам с вами точно не помогут. Армия была выслана, чтобы бороться со всеми ими, установлен карантин вокруг города, но есть группа выживших на другой стороне города, и есть способ покинуть город, и нам время его найти. Для чего был проложен вот такой вот маршрут, самый короткий, как бы, из 10 улиц, и 10 улиц, таких 10 уровней в рамках этой части компании нас ждут. Вот, давайте начнем, и приступим к собственной игре. Кстати, можно с контроллером играть тоже, не обязательно с мышью и клавиатурой. Я, правда, еще не пробовал. В самом начале нас ждет вот такая небольшая вступительная последовательность, где нам говорят, чего делать, чего нажимать. Влево-вправо мышкой курсор, которым мы можем стрелять в разные стороны. И правой кнопкой гранаты. Я пока не буду стрелять, потому что, конечно же, боеприпасы ограничены. И для ближнего боя пробел. И чтобы использовать текущий экипированный предмет, можно нажать среднюю кнопку мыши, или F, инвентарь, и так далее. Вначале можно сделать вот так, пока количество зомби не очень велико, можно себе позволить не спешить. И, конечно, когда их будет десяток, например, на одном экране, будет сложновато вот так вот выпендриваться, когда они тебя обступают со всех сторон, потому что далеко не все зомби будут непосредственно такие уж медленные. И, конечно же, некоторые двери заколочены, но некоторые другие не заколочены. И там не только есть всякое барахло, которое мы можем подбирать. Вот видите, ящик с 12-ти зарядами для шингана, для дробовика. Конечно же, возьму все. И есть также и... Вот так все это части выглядит. Как вы видите, не очень эффективное оружие. Но более эффективное, чем пистолет. И, конечно же, вот есть торговцы, также где можно продавать наше барахло по категориям. Насколько я понимаю, цвета означают типы оружия. То есть, если здесь вот такой своеобразный красноватый цвет, то, соответственно, его тип боеприпасов тоже будет такого же цвета. Давайте мы назад соберемся и посмотрим, что здесь есть из амуниции. Все, как видите, стоит денег. И кроме того, что у торговцев можно покупать барахло и продавать барахло, но также можно покупать апгрейды. И это такая система скиллов, навыков. Но вместо того, чтобы зарабатывать какие-то очки опыта, мы их просто покупаем за деньги, которые дропаются из этих самых зомбяков. И, как вы видите, есть разные параметры. Здоровье, скорость бега, атака оружием и ручками нашими, ближний бой, сила и так далее. Довольно неплохой набор для такого рода игры. Конечно, у нас есть максимальная загрузка, то есть, тот объем вещей, который мы можем переносить. Когда мы набираем максимум вещей, то мы можем по-прежнему перелегаться, но делаем это очень медленно, что в условиях зомби-апокаплипсиса будет довольно-таки неудачным решением. Поэтому пока что я просто собираю все. У меня есть такая возможность, но впоследствии можно выбрасывать что-нибудь, что менее ценное. Можно вот так вот сделать, скомбинировать подходы. Уровень зарядов виден сверху, как и здоровье. Внизу наши предметики. Пара гранат и пара аптечек. Так, торговец, продать и ценные вещи. Это вся фигня. Смотрим, что другие предметы. Это как раз не фигня. У меня есть 653. И первое, что я хочу купить, это побольше наших шеллов. Смотрим. Парень все, чего уж таить. Назад. И есть назад предмет, который называется WOND. Это то, что торговец хочет, и он за это более выгодную цену может предложить. В данном случае он ищет вот такое оружие, которое называется Redfield Double Barreled, то есть двухстволка Redfield Sky. И за нее он предложил бы 1075 долларов. Так что не всегда это можно найти, но всегда обращайте внимание. то есть оружие стоит подбирать и всякие другие предметы тоже. Просто на всякий случай. Вот такие вот дела. С боеприпасами пока не попадут, но впоследствии может быть сложнее. Как видите, все-таки довольно много выстрелов требуют эти ребята. И теперь, когда их по 3-4 штуки в ближнем бою так просто не отделаешься. И немножко этого по-прежнему загрузка небольшая, так что можно просто подбирать все. есть, конечно, и комбо, которые можно собирать. И вот у нас улица заканчивается. Я хотел бы заглянуть сюда. Но возьмем все. 9 улиц осталось до спасения. Я не думаю, я не думаю, что я здесь их пройду. Это маловероятно. Да и в интересах такого небольшого первого взгляда на сравнительно не новую игру это будет, наверное, избыточно. Так что я просто доберусь до первой смерти. Вот в двоязычной версии этого видео мне удалось пройти 3 улицы и я, по-моему, помер на 4-ой. Вот, теперь у меня немножко больше опыта, может, я пройду на одну улицу больше, а может, и все зависит от него, в том числе. Хотелось бы найти торговца. У меня уже набралось кримичное количество барахла, которое мне не то, чтобы очень нужно. Вот та стрелочка может это и означать. Ага. Так. Продаем все это. Ага. Продать все. Это я сразу не заметил. И у нас есть возможность проапградить один навык какой-нибудь. Максимальное здоровье это хорошо, потому что базовое здоровье не очень, скажем, прямо высокое. это тоже неплохо. То есть, навык торговли. Но пока что я просто возьму максимальное здоровье. Назад. И посмотрим, что с патронами. Патронами всегда хорошо запасаться. Так, так, так. Пока что хватит. Идем вперед. Пока я двери не пропускаю. Хотя тогда смотришь на всех зомбаков, все эти пластики на дверях ставятся для меня очевидно. поскольку новый тип врагов с ними нужно быть настороже. Потому что липса не довольно далеко. ни хрена себе. да, такие вот тоже бывают. Посмотрим. Так, немножко в основе здоровья. Возьмем барахло. В следующем законе цена будет купить какой-нибудь медкит. Этих у меня целых двое. У меня по-прежнему осталось немножко денег. Я их потрачу на очередной апгрейд оружейный скилл, чтобы больше у нас было урона от этих самых патронов. И как раз заканчивается улица. Зомби убито 79. привет, товарищ. И выбросим и тоже выбросим. И теперь у меня гораздо меньше барахла. Как вы видите, то, что выбрасывается, оно просто исчезает. Так что нужно всегда дважды подумать, что мы выбрасываем. Поскольку назад подобрать не получится. Посмотрим сюда просто на всякий случай. Нет, судя по всему нету, но мы можем продавать немножко барахла. Но мы продадим все это бесполезное барахло. И медки то у нее четыре штуки. Это неплохо. Флэйр. А у нас как-нибудь попробовалось? Может быть. посмотрим. 1300 апгрейд на третий уровень я не буду переходить пока что. Возьмем Милли не уверен как нам поможет. Возьмем немножко удачи. Да, хорошие вещи нам очень нужны. И амуниция возьмем побольше этого счастья и этого счастья. Остальное мы купить пока не можем. И вот так пока эти монетки не исчезли. Я не уверен что я всех подобрал но все-таки кое-что. Аккуратно нашего этого плющегося не воспитывается сранцем. Да, все-таки жизнь дороже, монетки, поэтому лишний раз рисковать все-таки не стоит. и можем нет, можем. Вперед. Здесь кажется, я раньше не был и может быть погиб. Чем-то мне цветовая схема напоминает метро-кросс. Влад такая игрушка в том числе у нас д'эксперта меня. Я совершенно неправдаю. неинтересный тупху новый звук, который, видимо, имитирует работу метро. Ведь чего-то такого учитывая, что здесь зомби. пошли. Да, уже не домашние такси сбужу вымаскаться. Ну их нафиг. завтра победу уже не едят. Ибо сколько я их не могу мочить всех сразу, то к тому времени как они отойдут на безопасное расстояние монетки разумеется исчезнут. К тому подумать. Но по крайней мере иногда выпадают плиты так что у нас хреново с патронами крыски. Ну что зайдем сюда увидим все это счастье у нас теперь есть немножко денег мы обретем одного и другого если я не ошибаюсь посмотрим если у меня денежка на апгрейд да есть всего лишь 880 сейчас достоит сила количество переносимых вещей скорость бега да наверное так и поступим к сожалению патронов не очень много не не ничего не 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 и кто бы мог подумать на прошел я эту улицу зима ненадолго но на этом можно более-менее закончить потому что видео растягивается я возможную чуть-чуть поедактировать чтобы не было у нас 26 минут записи немножко неплохая она мне обошла 57 центов была на распродаже в тот момент когда я купил несколько ранее на этой неделе полная цена на сайте указано 3 доллара у нас белорашки она кажется на стиме стоит меньше чем 3 бакса ну по крайней мере стоило когда я последний раз проверял за эти весьма небольшие деньги она предлагает достаточно для полные люди много но и 3 доллара не стоит 27 центов не тоже не стоим даже при больших скидках поэтому если вам есть что сказать про это может быть не сами уже не знали вы можете это сделать в комментариях если у вас это видео то можете это отметить также аналогично кнопка нравится и всегда я благодарен за шаринг в соцсетях а сучки на разных ресурсах это иметь смысл помогать и увидимся в следующем видео кому-нибудь другого